Коррупционный скандал в святая святых в сфере обороны. Это стало главной новостью уходящей недели и может стать главным процессом всей осени. Детективы антикоррупционного бюро пришли за топ чиновниками оборонного ведомства. По версии следствия, они зарабатывали на схемах поставок топлива и обманули государству как минимум на 150 миллионов гривен. Ситуацию прокомментировали уже и министр обороны Степан Полторак и президент Украины Петр Порошенко, как развивались события. Напомнят мои коллеги. Переполох на 150 миллионов. Оборону оборонного ведомства пробил коррупционный скандал. В среду НАБУ задержало двух государственных ВИПов. Заместителя министра обороны Игоря Павловского и руководителя департамента госзакупок Владимира Гулевича. Их обвиняют в организации топливной схемы. В прошлом году министерство подписало контракт с небольшой фирмой на очень большую сумму. За рекордный миллиард гривен должны были купить 70 тысяч тонн горючего. Но после подписания соглашения стоимость топлива резко возросла. Было незаконно без будь-яких на те підстав переглянуто угоди. И укладено додатковые угоди между Министерством обороны и государственным бюджетом. Компании-постачальнику было перераховано 149 миллионов 39 тысяч гривен на подставе этих додатковых угод. Это говорит уже сам подозреваемый замминистра Игорь Павловский на заседании суда. Уже в четверг и ему, и Владимир Гулевичу избрали меру пресечения. Обоих к неудовольствию прокуратуры отправили под домашний арест. Хотя на поруки Павловского был готов взять заместитель секретаря СНБО. Да и министр обороны Степан Полторак своего подчиненного поддерживает. Из-за Павловского готов поручиться министерским портфелем. Мы должны извинять людей, всех, не только Павловского, до решения суду и не цеплять на них и релик, потому что он злочинец, потому что у него есть дети, родные, близкие, друзья. Если право не будет доказано, это ваш подмет, это и ваша ответственность? Звучайно. Если будете вы подавать в результаты? Я готов к этому в любой час. На честном расследовании настаивает и президент. Позиция первая. Никому не дозволю красти в армии. Тих, кто будет красти в армии, руки поведрубают. Это позиция президента. Потому что армия является предметом моей персональной турботы. Армия является одним из наших очевидных достигений за три года. Я приветствую, когда какая-то подозра о коррупции передается в право охраны. Кроме Павловского и Гулевича, подозрения по этому делу вручили еще четырем чиновникам. Что касается фирмы, у которой закупали топливо, в СМИ пишут, что ее руководители успели покинуть страну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!